Вечерненький, даже вон тут есть куски, но это вот, я считаю, что причиной является форсунка, которую выбило четвертого цилиндра. Ну как, выбило ее не полностью, конечно. Все там? Все готовы? День добрый. У нас сегодня в гостях i40, турбодизель с объемом 1,7. 16-й, если не ошибаюсь, вроде 16-й год. Пробег у данного автомобиля 276 тысяч километров. По словам клиента, никто ничего не делал, он один хозяин. У нас не попало, там, по-моему, в ТикТоке чуть есть, последствия проблемы, с которыми он сразу приехал изначально. Машина еле доехала к нам, из-под капота шел дым, шел очень нехороший звук, двигатель весь дергался, то есть не было тяги. То, что шел дым и то, что шел нехороший звук, это нисколько не смутило хозяина этого авто. Но он, то есть приехал на компьютерную диагностику. Якобы нет тяги, нужно проверить турбину и клапан ЕГЭ. Так вот, вот здесь у нас мы уже сделали, для того, чтобы сделать полную диагностику. У нас выбило шайбу из-под форсунки четвертого цилиндра, пламя-госящую. И там даже подгорела немножко клапанная крышка, но мы ее спасли. То есть вытащили все четыре форсунки, проверили на стенде, заменили сальники клапанной крышки под форсунки, то есть пламя-госящие шайбы, прокладку клапанной крышки. Это вот у нас, я даже пооставлял, вот и валяется. Вот, это прокладочка наружная. Внутри у нас стоят сальнички, вот форсунки вот такие. Вот, на четвертом цилиндре она выгорела вот так. То есть вот вообще прям сгорела полностью. Там на форсунках получается одна пламя-госящая шайба и вот такие еще по две резиночки. Одна у нас получается круглая и одна такая прямоугольная. Почистили колодцы, все, форсунки проверили, все отлично, все. Сейчас, на данный момент, машина заводится, прекрасно работает, вообще, то есть проблем никаких. Ну вот, на первый взгляд, все отлично. Все работает, все шикарно у нее, вроде бы как. То есть ни картерных газов, ничего нету. То есть давление воздуха должно быть, но не должно быть дыма. Вот, после чего нагрели авто и стали делать компьютерную диагностику. И выяснили, что турбокомпрессор практически не дует. По окончании он передувает и делает сброс в обратку. Там идет такой характерный звук из бычного давления в корпусе воздушного фильтра. По ГГР-клапану, так же, так как говорил клиент, смотрели, то есть закрывается, но очень долго. И, то есть, закрыт он должен там в течение 10-30 секунд. То есть, делает он очень долго, очень медленно. То есть, он закрывается, снова открывается, дергается. И изначально сразу, то есть, из причин была компьютерная диагностика, нет тяги. И вторая причина, это высокий уровень масла. То есть, масло в двигателе растет. Здесь, сейчас немножко она постоит. Получается, аж почти в два раза выше было. Вот сейчас я... Ну, вот он у нас. И смотрим. Ну, выше она. Сейчас она еще отстоится. И покажется еще больше. И опять же, когда мы заводим мотор, нагревается. Если открыть заливную горловину, при нагретом, и вот эти картерные газы, которые идут с клапанной крышки, они будут с запахом дистоплива. Смотрите, из причин попадания топлива в двигатель являются топливные форсунки. То есть, это может быть с НВД, через сальник передний, что происходит крайне редко. Это форсунки, то есть, и это сажевый фильтр. Дело в том, что, когда забивается сажевый фильтр, он регулярно делает ему, включает прожиг сажевого фильтра и увеличивает впрыск. То есть, это происходит также на Грандстарксах, на Соренто, на многих машинах. Сейчас, на Евро-6, на Урбанах, уже в Грандстарксах, очень частая такая проблема, что если растет уровень масла в двигателе, то причиной, скорее всего, является сажевый фильтр, забитый. Так как топливная система увеличивает впрыск, она не успевает перерабатывать, и она уходит вниз. И вот у нас первая причина это, то есть, болталась форсунка здесь, здесь было кольцо на обратке, заменили, также форсунка прыгала, прям стучала здесь, разбивала. То есть, это первое, и второе, вот у нас сажевый. Решение приняли, так как пробег большой, на данный момент ЕГР работает неадекватно, и сажевый фильтр забит практически полностью, будем его удалять. Будем глушить клапан ЕГР, и удалять сажевый фильтр. Именно на данный, модель, сделать это не так просто, именно вот по сажевым, потому что там стоит такая огромная бочка, которую вытащить наверх невозможно. Можно там, допустим, как в Соренто, или где-то, она вот находится вот здесь, у нас, и вытащить его очень сложно. Приходилось такое уже делать, мы здесь снимем защитный этот, потом, то есть, теплоэкран вот этот, защитный снимем, открутим от турбины, именно сам сажевый, отсоединим, то есть датчики, и вытаскивать будем вниз. Внизу там его тоже не видно, будем откручивать подрамник, отпускать и отводить в сторону, чтобы вытащить его. И патрубок интеркулера, у них вот на этих моторах, 1,7, на Kia Soul он устанавливается, на Kia Seat, вот на S40, у них есть патрубок интеркулера, там, который коротенький такой, к турбине подходит. У них с завода, именно болезнь этот, маленький патрубочек, с завода, хомут не дотягивает, поэтому мы, когда подрамник опустим, уберем, у нас будет доступ, мы уберем весь этот налет, масляный, и подтянем. Этого патрубка нигде нет, под заказ узнавали, он 20 тысяч, ой, 20, ну, как сказали, 20 он стоит, и что-то 20 дней, или 10 дней под заказом, не знаю точно, то есть, но я знаю по опыту, что этот патрубок, то есть проблема является в хомуте. Вот, сейчас будем снимать, вот здесь вот, патрубок интеркулера, верхние заслонки, начнем мы с загрузки клапана EGR, глушить будем, как всегда, в самом холодном месте, будем ставить обычный, оцинкованную, точно такой же патрубок, точно такие же хомуты, но он вот такой, коротенький, прям маленький, узенький, стоит там за турбиной, всегда, когда снимаете турбины, или с чего-то еще, одевайте там, тряпочку ставьте, но не засовывайте вовнутрь, я обычно перчатку одеваю сверху, это в избежание того, что может отскочить какая-нибудь, гайка, болтик, и упасть туда в кулер, а чтобы его вытащить, потом уйдет очень много времени. Вот заслоночку сняли, заслоночку, конечно же, промоем потом, хотя она здесь довольно чистая, вообще прям, можно сказать, шикарно выглядит, без всякого налета. Фитинг, вот он, раз, два, вот, глушить мы его будем именно вот здесь, между клапаном EGR, и именно фитингом, в нижней части, с верхней части не получится, то есть там неудобно. В этом фитинге, где соединяется коллектор, стоит болтик-шестерка, подключена 10. В данный момент здесь стоит шестигранник, то есть под шестигранник. Вот нужно рукой, вот она прям рукой свободно отходит. Вырежем туда заглушечку. Если нет возможности просверлить отверстие здесь, то можно сделать просто прорезть. Никогда не засовывайте под фитинг, просто туда, между болтов. Я много раз видел у людей, где пропускается сифоник, то есть выкидывать матами на лед, или просто выкидывать сажу. Дело в том, что когда по центру засовываете, уши загибают на фланце, вокруг, и она пропускает. Одну чуть поменьше, вторую чуть побольше, чтобы можно было, удобно было сделать прорезть. То есть оставляем вот эти ушки, для того, чтобы кланец лег равномерно. Обязательно любую прокладку, то есть которую вы вырезали, там толстая, тонкая, неважно, либо молоточком мы также обработали ровненько, можете болгарочкой углы, потому что маленькая зазубринка не даст лечь полностью. Так, сейчас мы посмотрим, насколько она нам там даст туда зайти. Сейчас будем наживлять первый болт, сюда, который к нам ближе крайний. Можно, конечно, посадить и на герметик, и на все, что угодно, но большого там толку, результата от этого не будет. Так, программно уже отшили, сажевый фильтр, и клапан EGR уже отшили. Всегда старайтесь подтягивать сперва болт, который неудобно, а потом уже болт, который у вас на виду. То есть, так, ну что, получается, получается, получается здесь. Все, и с той стороны она лежит, и здесь, и под фланцем. Все отлично. Вообще никаких вопросов к ней нет. Так, заслоночку. Заслоночку. Ну, прям чуть-чуть от моего слегонца. Потому что там такой, прям я не вижу грязи. Там блестит, там практически. Здесь должна быть стоять шайбочка. Я уже показывал про эти шайбочки. Усилия, то есть, с муфтой. Их уже снимали. То есть, эту патрубу снимали, и заслонку тоже снимали. Снимали и мыли. Ну, вообще, то есть, глушите как хотите. То есть, где хотите и как хотите. Это ваше решение. То есть, что хотите, то и делайте вообще. Что мы делаем? Нам надо будет удалить полностью проводку отсюда здесь. Я же говорю, здесь такая прям интересная. Вообще прям неудобно. То есть, я говорю, чем меньше двигатель, тем больше проблем по ремонту. Опаньки. Вот так. Проводочку удаляем. Видите, как здесь все печально и страшно. Сейчас отсоединим датчик. Тоже можно будет лямбда зонт отвернуть. Он не так сложно отворачивается. Вот он, наш первый кронштейн саживал. То есть, сейчас его сразу вывернем. Здесь тоже отвернем. Получается два болта, одна гайка. Лямбда зонт выкинем для удобства. Сейчас выкинем вот этот датчик. Вот плоскогубцами снимем с саживого фильтра. Потом его обратно поставим. Он просто будет стоять там для красоты. Что он снимает? Вот такая штука. Что-то тут уже сгорело. Вообще не понятно, насколько ключ там. А, смотри, думаешь, что она может не пойти. Вот прекрасно уходит. Не, она пойдет, а потом когда... А, и типа выскочит и потом не даст? Ну, согласен. Хотели опустить подрамник, отодвинуть и вытащить бочку с саживым фильтром. Решили попробовать другой вариант. Открутить подушку двигателя, поставить под донкрат, подушку двигателя по центру внизу. И на донкрате отодвинуть двигатель сейчас сюда вперед и вытащить его. Попробуем, получится у нас или нет. Так, оно, наверное, нам и не даст теперь это крепление. Так, давай, если еще оттягивать. Так, охлаждение сюда подкинь. Патрубок помыли, почистили. То есть, сейчас попробуем подтянуть хомуты. Вот у нас. Вот, можете отсюда или оттуда лучше будет даже. Вот отсюда будет лучше. Видно, вот нам его. И вот этот патрубок у всех. Практически машин болезни. Сейчас вот решеточный возьму маленький. К сожалению, у корейцев с завода есть такая проблема. То есть, если кто-то там будет разводить вас на патрубок интеркулера, каких-то бешеных денег на замену или замену самого интеркулера, очень часто бывает, что хомуты вот в таком месте вот здесь, тоже вот в этих местах сопливятся и выброс идет на самый интеркулер. И распыл, то есть, этого. И вот как раз проблемой является именно сам хомут возстяжной. Они очень хорошие, качественные, но приходит время, и, видимо, либо резина садится. Даже удар был по хомуту. Вот она, муха стоит. А мы тоже сразу протянем ее. Кота, говорю, многие там что-то пили. Тот, видно, прям защита источила ее. Получается, смотрите, что мы сделали. Открутили вот эту подушку двигателя. Вот она у нас лежит. То есть, хотели опустить подрамник. То есть, на S40 удаление делаем первый раз. Сажу. Вот. В принципе, везде один и тот же, просто места меньше. Так вот, хотели опустить подрамник, но там нужно открутить в салоне рейку. То есть, все это открутить, чтобы он отвесит, то есть, отодвинуть. Но потом решение было другим. Открутить вот эту подушку. Открутить подушку двигателя. На данкрат упираемся в поддон. И потом мы взяли просто вот так данкратик. И вместе с двигателем вот так откатился у нас сюда, в сторону радиатора. И мы его вытащили. Вот он. Сейчас что будем делать? Очень сложная конструкция. Мы будем спиливать вот эту теплозащиту. Болгарочка здесь, где и спилим. То есть, пропил будет вот так. И вот так сюда вдоль пойдет. Потому что с этой стороны вообще не вариант. И вот эту теплозащиту тоже спиливаем болгарочкой отсюда. Так, вот мы распилили. Теплоэкран, то есть, маленький, большой. Большой здесь отсверлили даже. Чтобы все это аккуратно выглядело. Вот так. Это католик. Вот сам саживай. Будем это вытаскивать. Если, допустим, кто-то там думает, что он должен забить прям полностью. Это не так. Дело в том, что он отталкивается от наличия смолы. Предел смолы, то есть, содержание в сажевом фильтре смолы 59-60. Вот. В нашем случае 29. 29 и он включает постоянно прожиг. Когда доходит до 59-6, он просто встает в аварию. И все. Сделать практически невозможно ничего. Либо мы устанавливаем новый и опять обучаем под новый сажевый. Либо, допустим, вот отшиваем. То есть, здесь увидеть, что здесь что-то будет страшное и развалилица нет. Это не так. То есть, это в портерах Европятых. Да, там открываешь. Они там ездят до последнего. Вот. И в них там это все страшно выглядит. Вечерненький даже он тут есть куски. Но это вот, я считаю, что причиной является форсунка, которую выбило четвертого цилиндра. Ну как, выбило ее не полностью, конечно. Заход он измеряет вот здесь до. И вторая стоит уже после. То есть, на датчик у нас идет. Также причиной, допустим, показывать, что сажевый забит, может быть вот эта забитая трубка. Может быть шланчик. Отказ самого датчика давления. То есть, также причиной может быть. Ну, это как вариант. Но, допустим, забитые трубки реально там датчиком, ну, не сталкивались, не видели вообще такого. Ни разу. То есть, может быть, это где-то было, но я, допустим, не видел ни разу, чтобы такое происходило. Всегда одно и то же. Вот он забитый и все. Сажевый внутри вообще будет, по идее, темного цвета. Смотрим, что у нас внутри. Внутри, видите, вот это вот желтое. Это как раз говорит о том, что он забитый. То есть, а, нет, нет, он у нас пористый. Они бывают двух видов. То есть, с крупной сеткой и с мелкой. Здесь чистая, а этот край забит полностью. Вот он. Но, опять же, к сажевому розни. То есть, сажевых много видов. Разная клетка, поэтому все бывает по-равному. Вот, с обратной стороны он как новенький. Ну, тут прям видно, что вот прям сажа прям такая. Добротная сажа. Тут же он есть в клетке, где забитые. Возможно, если бы он, допустим, проехал, может быть, прожиг также включился и прожег его. Либо вариант второй. То есть, когда уже забит он, включается прожиг активный. То есть, раз, два, три, четыре. Он его не прожигает, забивается. И он изобилие топлива. То есть, лопается, либо расплавляется внутри. И ток будет тот же самый. Заварим. Все, вот эту сюда, крышечку назад. А в дизель, допустим, кто-то скажет, что в дизель, пламя-гаситель не нужен. То есть, если бы он стоял внизу, внизу где-то, тогда бы он нужен был бы. То есть, здесь не нужен. То есть, просто заваривается. Это бензиновый. Ну вот, заварили. Тут уже у нас ничего не отвалится. Ничего не лопнет. То есть, пол, все стороны прошли. Сейчас будем приваривать сюда теплоэкран. То есть, большой и маленький у нас. Вот этот, наверное, начнем с большого. Так, все собрали. Все поставили. Назад наш бачок, где был сажевый, с каталиком. Все. Проводка вся остается так же на месте. Также заменили масло. Масло залили. Масло 5,30. Секундаюшка с зелененькой коробочкой, баночки. Сейчас заведем. Погаснет. Проверим уровень еще до конца. Снизу две защиты. Ну, в принципе, все прошлись. Сейчас ее будет уже первый запуск после удаления. Так, что там у нас? Что там у нас? Так, обратно. Вот это надо попробовать. И ставить в крышку назад. Где-то она у нас декоративная. Вот, как раз вот здесь вот все мокро, то есть грязно. А четвертый цилиндр, то есть, когда, ну, практически выбило топливную форсунку, выскочило. Как раз все это летело. Вбрызгало. Я думал, ее уже отшили, еще нет. Потом попозже подойдет электрик, то есть, отошьет ее. Пробег наш, вот он сейчас появится. 276 тысяч 226 километров. Так, глушим ее. Сейчас проверим уровень масла. Что-то заменили также фильтр. Фильтр у нас на 1,7. Вот он находится здесь, прям сверху. Некоторые ищут там снизу, его нет, он отсюда сверху. И здесь есть такой момент, то есть, вы должны открутить спиросливную пробку. Когда масло стечет, потом отворачивать его. Потому что, если сразу начать отворачивать, он будет полный и польется масло. То есть, спира откручиваем пробку. С поддона сливается, потом меняем фильтр. Если взять, открутить сверху, то зальетесь все маслом. Есть один маленький косячок. Ну, сейчас мы будем его исправлять. Вот здесь гаечка на подушке. Она такая своя. Вот там она у нас укатилась куда-то сюда. Сейчас ее найдем и прикрутим. На подушке ее не хватает пока еще. Ну вот, получается вот максимально. И убираем. Ну, чуть выше среднего уровня. То есть, так и оставляем. Ну вот, до 4000 подымает она. Капот закрылся сам. Ну, к сожалению, амортизатор уже практически не держит. Закончили. Сейчас найдем еще гаечку. Где-то она здесь под фарой, наверное. Там снизу я смотрел, нет. Сейчас поставим эту гаечку. Капот так и падает. Александр, наш электрик, отошьет. Программно. Отошьет. Еще раз сейчас погреем. Все проверим. И думаю, все будем отдавать. Работы. Работы, которые мы здесь произвели. Первое, чтобы сделать диагностику. Мы вернули изначально все в свой вид. Это прокладка клапанной крышки. Это шайба под форсунками. Это из фрезеровка. Только лишь после этого мы стали делать диагностику. После уже заменили масло. Удалили кат сажевой. Заглушили клапан ЕГЭ. Ну и это след. Ну и все. После этого уже всего будем пробовать. То, как у нас будет работать. Ну и все. Всем пока. Продолжение следует.